Привет, мои дорогие друзья, мои подписчики, гости моего канала. Я вас всех приветствую. Привет, мои браленькие девочки. Привет, мои матушки. Кому слово это не нравится, я тут ни при чём. Вы можете перейти на другой канал, где вас называют какими-нибудь кукусиками, херусиками или ещё как-то. Поэтому на моём канале я делаю всё, что я хочу. Огромное спасибо, девочки, кто ко мне подписывается. Спасибо большое. Я постараюсь вас замотивировать, чтобы мы пришли после зимы в форму. Да, мне через 3 месяца 60 лет, живу я в Санкт-Петербурге. Стараюсь держать себя в форме, стараюсь, но, девочки, я сладкоежка. Поэтому вот это вот всё отложение, это всё зимнее, особенно вот здесь, в бёдрах. У меня есть вот такой бамбуковый веник. Для чего он? Он хорошо разгоняет лимфу. Очень хорошо разгоняет лимфу. Вот. Вставайте, девочки, присоединяйтесь в наши ряды. Мы и не это проходили, поэтому себя в форму привести для нас на раз-два. Вспоминайте те годы, когда ничего не было в магазинах, и мы буквально не ходили голодные. Мы как-то справлялись. Поэтому меньше думаем про жрачку, больше думаем о себе. Это не для красоты, в первую очередь, а это в первую очередь для здоровья. Я хочу спросить у вас сегодня, сколько воды вы с утра выпили натощак? Сколько? Кто хочет сказать, что не сколько, это очень-очень-очень даже плохо. Вода нужна особенно тёплая, почти горячая, мелкими глотками вода нужна обязательно. Она и для сердца, и для мозгов, и для желудка, и для желчного пузыря. Сейчас очень модно удалять желчный пузырь. Да, почему-то все бегут, если что-то закололо, быстрее удаляют. Помните, у нас нет лишних запчастей, поэтому, девочки, настраиваемся на хорошую волну. Ну, погода сейчас, конечно, нелётная, ходить не рекомендую на улице, где скользко и где мокро, небезопасно. Но дома можно встать и 10 минут, 10 минут с утра и 10 минут, там, допустим, после обеда или вечером, каждая женщина, каждая девушка может позаниматься. Я хожу на фитнес давно, уже хожу 11 лет, но часто прогуливаю. Видите, как люблю руки в боки, да. Я часто прогуливаю фитнес. Сейчас работала, перед этим тоже некоторое время работала, поэтому, когда ты работаешь, конечно, ты устаёшь, и, конечно, тебе не до фитнеса. Вот. Но если есть у вас свободное время, и вы думаете только про еду, то это очень печально. Вы скажете, ну, семья. Семья пусть кушает, муж пусть кушает, он должен деньги зарабатывать, он мужик. Но и не каждому мужику надо обжираться, помните об этом. Мужик тоже должен выглядеть здоровым. Не пузатым, не беременным на последнем сроке, а тоже должен выглядеть и быть в хорошей форме. Поэтому, девочки, когда вы говорите мужик, а мне кормить мужика, то вы тоже вместе с ним. У меня, слава богу, муж, царство небесное, был со мной всегда на одной волне. Хоть у нас и разница была большая с ним, но мы были на одной волне. Последние годы мы вели образ жизни правильный. Вот. Мы всё время с ним старались тоже постройнеть. Ну, с переменным успехом. Итак, девочки, вот такой бамбуковый веник можно купить в любом банном отделе. Я купила в Ашане, стоят сущие копейки. Это на всю жизнь. Вот и рассчитайте. Там, допустим, он стоит 200 рублей. Ну, к примеру, я не знаю, может, ещё дешевле. Вы его купили, и это на 10 лет. Вот разделите, сколько это будет. Будет 120 месяцев. Вот сколько он? Одна копейка обойдётся. Этот веничек очень хорошо. Если у вас нет этого веника, то вы утром встали и вот так делаете лодочкой руку и себя прохлопываете. Это обязательно, потому что у нас застой. Всё время застой. Мало шевелимся. Любим хорошо покушать. Прям всю-всю-всю. Ноги-ноги-ноги все прохлопали. Вот. Денег мне это очень нравится. Конечно, девочки, я тоже ленюсь очень часто. Конечно, хочется быть стройной. Вот. Вы скажите, ой, да вы и так хорошие формы. Нет, девочки. Когда я вешу килограммчиков на 10 от этого веса меньше, я чувствую себя увереннее. Увереннее. Это правда. Я смотрю, как на мне, когда я надеваю платья, как они смотрятся. Платья я покупала себе в размер, а не на вырос. Поэтому все платьяшки, когда бакят. Вот. Сейчас, когда я поправилась, я люблю более свободные. Я люблю вещи от Василька. Я их ношу с удовольствием. Вот. Это не с Василька. Это спортивная форма у меня. Эту футболочку я покупала в спортмастере. А, ну и штанишки там же, да. И штанишки там же. Если еще жив был муж. Вот. Вот так простукали себя. Еще раз говорю, если нету, то прямо руками себя прохлопали. Вот. У меня есть вот такой обруч. Обруч. Я его раньше часто крутила. Не каждому подходит обруч. Может, у Вас со спиной проблема. Может, еще что-то. Вот. Ну, я кручу. Он нигде ничего не бьет. Ноги, знаете, как разнятся. Разнятся все разговоры. Идут споры. Нужен ли халахуп. Вот. Я его купила в интернет-магазине. Не помню, в каком. Вот этот халахуп. Мне кажется. Вот, видите, он нигде ничего не стучит. Он просто крутится. Вот. Вот. Поэтому халахуп это очень хорошо. Ну, хотя бы минут пять. Его надо-то хотя бы. Если можете больше, то больше. Потом вот такие, если нет халахупа, к примеру. Вы встали, не знаете. А какие упражнения поделать? Руки поднимаете вот на уровне груди. И вот таким образом. Вот так минут пять. Минут пять поделали. Очень хорошая зарядка. Я вот уже сразу вспотела. Потому что выпила воды. Это очень хорошее. Потом. Руки вверх подняли. Я не знаю, как мне вам показать. Руки вверх подняли. Да? Вот это я просто... А, я встану на колени. Ну, считайте, что я встаю ровно. Руки подняли вверх. И ладошки развернули. И вот так ровненько держите. Снова. И снова. Значит, когда вы начнете... Когда вы начнете стройнить, худеть, как хотите, называйте, у нас ручки вот здесь начнут обвисать. Очень хорошо, если вы возьмете бутылки или гантели, если у вас есть. И вот таким образом. Вот смотрите, как курица отгребает. Раз. Раз. Вот. Я когда... Когда их назад... Я вот так делаю. Пальцы. Пальцы вот так делаю. Раз. Пальцы вверх. Вот. Это очень... Это очень хорошее упражнение. Очень хорошее. Потом задерживаем. В кулаках там задерживаем. Снова. Снова так делаем. Если этого вам недостаточно, и вы более-менее стройный, то, конечно, очень хорошо прыжки. Прыжки такие. Подпрыгиваем. Ноги врозь. Руки... Руки смыкаем. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Но это не сразу. Берегите суставы. Но если... Извините, штынишки слетели. Если вы начнете заниматься хотя бы чуть-чуть, хотя бы какие-то выпады, или просто ходьба на месте, если вы не можете. Я сейчас открою балкон. Я уже все мокрое, жарко у нас. Вот. Мои цветочки любимые. Вот. Сейчас я закончу ролик. Чуть-чуть вам еще покажу и закончу ролик. Настроение хорошее. Идти никуда не надо. И слава богу, я вчера ощутила такое блаженство. Я же вам рассказывала, как я добиралась, как я ехала. Но что я поймала себя на мысли. Если бы это было раньше, я бы торопилась. Ой, да не на тот автобус села. Сердце бы у меня ухало. Я бы бежала, выпучив глаза. Я бы искала схемы, как быстрее мне добраться. Потом я проехала остановку, станцию свою. Потом я вот это. И я вот и тут все. Не бегом, бегом. Я вся мокрая по эскалаторам. Я 10 лет бегала по эскалатору. Когда носилась на работу. 3 часа в один конец, 3 часа в другой конец. Вот такая у меня была работа ровно 10 лет. Но я выдержала, я вытерпела. Зато сейчас я имею вторую пенсию. Она небольшая, да, 4 800 с копейками, что ли. 4 800 84. Ну, она пожизненная. Может быть, когда-то нам ее проиндексируют. Но я вам хочу сказать, что и это спасибо. Да, я заработала, я молодец. Я получаю свою пенсию. Не мужа, свою. Могла бы взять, да, могла бы, девочки. Но тот, кто думает, что я тут ку-ку и что-то я где-то не знаю. Девочки, иногда, да, я сама на себя смотрю и удивляюсь. Не думайте, что я каких-то законов не знаю. Не думайте обо мне, что я тут слегка тронутая. Говорю иногда не в попад. Иногда говорю и сама себя опережаю. А просто я не понимаю, что зрители ловят каждое свое, твое слово. Ну, как умею, как говорится. Вот. У нас на улице ужас ужасный. Ужас ужасный. Девочки, можете поделать наклоны. Вот. Перед вами уж я не буду, потому что, ну, некрасиво, как минимум. Вот. Руки вверх. Хотя бы вот такие упражнения. Если вы, если вы набрали большой вес, у вас он и уйдет быстрее, чем у нас. Вот у меня вот эти ненавистные 10 килограмм. Сегодня, слава богу, отвес есть. Небольшой, но есть. А вот. Не взвесилась с самого утра, напилась воды. И, конечно, это неправильно. Завтра посмотрю. Вот. Делайте какие-то простые вот такие упражнения, наклоны. Это тоже хорошо. Но ходьба на улице – это лучше всего. Не надо там, допустим, 3000 я прошел, я пойду после обеда. 10 тысяч шагов без перерыва. Вышли на улицу, включили музыку. Нету музыки. Думайте о хорошем. Смотрите по сторонам и шагайте. Девочки, я выходила вечером и шагала так, как солдат. Мне все равно было, что про меня подумают. Я нарезала круги. Потом, правда, соседи улыбались. Но я вам говорила, что у нас военный городок. У нас все друг друга знают. У нас народ достаточно воспитанный. У нас народ очень добрый. У нас нету такого, что тебе кости все перемоют и тебя потом выплюнут. Нет, у нас такого нет. Слава богу, в этом плане мне повезло. Хотя мы все иногородние. Мы все приезжие, понаехавшие. Да, мы все из разных, так сказать, городов. Да. Но и тем не менее. Каждый живет как хочет. У каждого своя жизнь. У каждого свои проблемы. И каждый решает их сам. Поэтому, конечно, я стараюсь особо. Не стараюсь, а так получается. Да, наверное, теперь у всех. Особо никто ни с кем не общается. Особо не приближается никто никому. Это и понятно. Жизнь сейчас такая. Вот. Что еще хотела сказать? Девочки, не ленитесь. Вода горячая обязательно. Литр-полтора. Это обязательно. Можете два-два. Но это как бы все относительно. Чай без сахара можно. Кофе без сахара можно. Вот. Что кушать? Кушайте все по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот. Но вы должны наедаться. Голодный. Если вы выйдете совсем голодный. И вы только разогнали свой, так сказать, аппетит. Как в Америке у них есть. Есть такое понятие разгон аппетита. Они подают сначала такие, сейчас скажу, крекеры. Но не такие, которые у нас зубы можно сломать искусственные. Или там пластмассовые. Или свои даже. А там крекеры. Зубами чуть прикасаешься. А он разваливается. Рыхлый такой. Подают какие-то сыры мягкие. Подают оливки. Там еще что-то. Вот. Это разгон аппетита. Вот. Так вот. Если вы сели за стол, уберите все гаджеты. И кушайте. Не разговаривайте. Потому что, когда вы съедите, вы будете говорить по телефону. Если вам позвонила подруга, приятельница, вы ей скажите. Я сейчас немножко занята. Вы должны покушать, насытиться этой едой. Вы должны есть медленно, прожевывать, тщательно. Это все понятно. Но нас мы уже зрелые. Нас не переучить. Поэтому, если вы, допустим, ели, там, допустим, скажем, две карташины. Ну, уберите половинку хотя бы для начала. Вот. Но я и все, и все вообще рекомендуют. Если вы кушаете гарнир, то мясо туда не кладите. Гарнир едите с овощами. Мясо едите с овощами. Вы увидите свой результат. Вы будете собой любоваться. Вы будете даже... Я в 20-м году, когда началась пандемия, по-моему, в 20-м, если я не ошибаюсь, я похудела на 12-13 килограмм. Тяжело было, ужасно тяжело. Я психовала. Подружка меня направляла. Я ей все время что-то поперек говорила. Я все время какие-то доводы у меня глубокие, и смысл в них заложен был. Потому что я психовала. Мне дайте жрать. Мне шоколадки мои нужны. Мне вот. Смотрите на эти шоколадки, как на пластилин. А это и есть пластилин. Смотрите на всю продукцию, что это все такое... Господи, простите, я уже заговариваюсь. Вот. Вот такие упражнения. Если вы хотите накачать попку, то, как у нас говорила, ей уже лет 75, наверное, было. Нет, наверное, 80. Вера Леонидовна работала в лаборатории. Ну, в нашей нефтяной. Она говорила, девочки, не стойте просто так. И вот что значит она показывает. Если вы увидите, вот так как бы поджимаете. Вот вы стоите, режете салат. Вы готовите мужу ужин или обед. И вот так вот. И это называется тренировка ягодиц. Еще очень хорошо вставать, сами знаете, на носочки. На носочки. В любом месте. На остановке стоите, просто поднимайтесь. Во-первых, вы уберете шпору. Во-вторых, у вас подошва будет работать. Можно делать перекатки. Перекатки очень хорошо для нас. В нашем возрасте вот такие вот простые движения, они тоже дадут результат. Все, хватит болтать. Желаю вам хороших отвесов. Пейте горячую воду. Кушайте, кушайте норму свою. Не переедайте. Вот. Не договорила. Я хожу на фитнес. Вот начала, видите. Я хожу на фитнес. И с мужем мы ходили. Я уже 11 лет посещаю. Да, я коплю. Я покупаю абонемент. Да, это тоже как бы сейчас... Да и всегда было. Это как бы не 3 копейки стоит. Но сейчас подорожало, допустим, стоит 18 тысяч на год. Я покупала сейчас на 2 года за 22 тысячи. У меня безлимитный. Безлимитный это значит, ты можешь с утра до ночи, ты можешь 8 раз прийти, тебе никто ничего не скажет. У нас 3 бассейна. У нас 3 бани. Финская, инфракрасная и турецкая. У нас хороший спортивный зал, поэтому я хожу. Но, девочки, что я вижу? Вот я иногда стесняюсь, думаю, ой, поправилась там это. Но девочки мои миленькие, там вот такие матушки заходят. Там оно идет, еле... А ей всего от силы лет 25, а то и меньше. Ляжки, я думаю, о, у меня ляхи такие. А там вот такие, понимаете? И вот она зашла, я думаю, ну молодец, хоть взяла, все, нет. Она дошла до душевой, и она сняла купальник, и никуда она раздумала, понимаете? Потому что у ней в голове надо есть, есть, понимаете? А когда человек толстый, он все время хочет спать. Если вы себя заставите, а это только сила воли, а сила воли у нас есть, а тем более у нас у возрастных. Мы прошли и прожили не только похудеть или постройнеть. У нас было в жизни все. Мы должны быть примером. Поэтому, когда вы купите себе весы, если у кого нет, обязательно натощак, после туалета, с утра, я иногда в трусиках, иногда на гешон, я взвешиваюсь и записываю свой вес. То есть, поверьте мне, когда вы будете ложиться, вы даже в кровати вот так себя будете гладить, и вы будете видеть, как каждая косточка, она хотя бы находится, она хотя бы вырисовывается. Особенно вот эти косточки. Вот у меня ноги такие от природы толстые, толстые, ровные, и руки у меня быстро поправляются. Поэтому, когда я начинаю устранить, понятное дело, что, ну, многие пишут там, вот, а зачем вам это надо? Девочки, нам это надо в первую очередь для здоровья, для себя. Для себя. Суставы у нас тоже не железобетонные. Каждый суставчик поменять денег надо ухо-хо. Так лучше от этого убежать. Поэтому, девочки, не сдаемся. Что-то еще хотела сказать, теперь уже мысль улетела. Я выключаюсь, я буду, я сейчас включу музыку и буду заниматься. Музыка мне нужна, музыка меня просто всегда радует, музыка меня поднимает, с колен, так сказать. Музыка меня бередит, как хотите, назовите. Поэтому включаем, девочки, музыку. Или просто можете танцевать. Или вот такое движение, оно очень-очень хорошо помогает тоже для, вот такое движение. Вроде кажется, чепуха, да? Ну, потом мы с вами, может быть, захотите, мы научимся китайскую эту гимнастику. Я ее научилась делать. Но это очень долго учиться. Сами, сами, значит, пробуйте, конечно. Но берегите спину. Тут очень-очень важно спина и вот этот толчок животом. Вот, чаще делайте вдох носом, выдох, ртом. То есть, вы выдыхаете. Можете, когда вы ходите на улице, делать вот так вот. То есть, носом вы вдыхаете. Два дыхания носом, три выдыха. Смотрите. Это тоже дыхательная гимнастика. Это можно все вместе, понимаете? Это придумали люди, естественно. Это придумали для нас. А мы должны пользоваться. Я вас всех люблю. Спасибо вновь подписавшимся. Спасибо большое. Вкратце я себе рассказала. Живу я одна. Живу я одна, но я не одинока. Я не одинока. У меня очень много родственников. У меня очень много друзей. У меня все в порядке, девочки. Желаю хорошего настроения. Я постараюсь вас мотивировать. Постараюсь сама от этого убегать, от этого сала и жира ненужного. Мы сейчас, так сказать, шестидесятницы и семидесятницы. Мы можем все. Да. И когда вы придете к цели, которую вы себе наметили, хотя бы сдвинете эту стрелку в минус, вы собой начнете гордиться. Вы не так будете ходить, как все ходят. Мы же как ходим, девочки? Вот так вот ходим. И я точно так же. А так нельзя. Надо спину держать ровно. Надо ходить ровно. Плечи назад. Плечи назад. Значит, грудь вперед. Мы должны ходить, девочки, как модели. Да. Конечно, проще. Потому что мы выработаны. Вы никогда ни с кем себя, ни с какой национальностью не сравниваете. Мы все выработаны. Мы не знаем, кто как работал. Поэтому, конечно, жизнь не у каждого сладкая. Не у каждого была сладкая. Мы трудились, как говорится, на совесть. Мы отдавались работе и не филонили. Поэтому мы сейчас все вот такие сгорбаченные и ходим так. Поэтому, девочки, выправляем спинку и идем ровным шагом до 10-15 тысяч шагов в день. Я вас всех люблю, уважаю. Спасибо большое, что отстаетесь со мной. Спасибо большое, что досмотрели мой ролик. Что поставили лайк, что написали комментарий. Всем пока-пока. Больших отвесок. Всех люблю. Пока-пока.